МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завод торфяного машинобудования «Большовик» открыл новый цех. Климатичные умовы и взрослый в фестивальном парке выявлены хворые сосны. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Акционерное товариство «Ратон» сегодня означает свой юбилей. Предприемство открылось в 1970-м году и было первым белорусским заводом «Радой машинобудования». На «Ратоне» активно занимались перспективным на той час накерунком выпуском автоматизованных працонных мест на базе мини-электронных вылечальных машин. В «Оголе» завод выраблял складанную навыкаемистую продукцию и працовал выключно на оборонный комплекс Советского Союза. В 1998 году на базе уже навыкового вытворчего объединения была створена свободная экономичная зона «Гомеля Ратон». В 2009-м НВА переутворили у открытое акционерное товариство. Сегодня «Ратон» шмат-профильное предприемство о максимальности «Акола» дозволяют забеспечивать высокую якость продукции при минимальных терминах выработки. Основный ассортимент – электротехническое обсталевание. Сегодня предприятие работает довольно-таки успешно. Есть хорошие результаты работы. По этому году у нас выполнены все доведенные социально-экономические показатели. Предприятие очень хорошо развита, номенкатура продукции, которую мы за последние два года значительно расширили. Хорошо поработали над ценообразованием. Поэтому есть хорошие шансы увеличить тот объем производства, который мы сегодня имеем, и, конечно же, выручку от реализации продукции. Новые виды продукции могут повеличивать объемы вытворчатся и поширать экспортную географию. Сегодня после реконструкции открыли цех номер два завода торфяного машинобудования «Большовик». Дякуюсь модернизации, предприятие начинает выпускать на рынок по вагону в узкой колеины новой модификации. На открытие цеха так же поменьшовать предприятие с 90-го года. Приехал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Будовнейший проект, коштам полтора миллиона рублей, финансовало Министерство энергетики. А купить его можно за четыре с половой годы. По кульу в ГОАЦЕХ будет выпускать 12 вагонов. Это минимальный заказ. Но при необходимости можно и больше. Все будет зависеть от опыта. Сейчас такие вагоны выпускает только Амкадор. И в першиню их вытворчность наладили в системе державного объединения «Белпалгаз», в которую выходит завод «Большовик». В торфяной промысловости Беларуси выкористовывается амаль полторы тысячи вагонов. Большость уже амортизована. Дякуючи новому цеху, рухомый состав будет обновляться. Для предприятия это не только новый вид продукции, но это и новая добавлена стоимость. Это увеличение выручки, а соответственно и рост заработной платы. Это плюс и в целом по району, так как это прибавка будет в району не только в части выручки, но это и поступление налоговых платежей в бюджет. Что год у Беларуси здобавают каля 2 млн тонн торфу. С этого объема вырабляется каля 1 млн 200 тыс. тонн торфяной продукции. 20% – единый экспорт. Остатнюю застается в Украине, дозволяя замешать каля 450 млн кубометров импортуемого природного газу. Торфяная промышленность – это достояние Республики Беларусь. Мы занимаем четвертое место в мире по добыче торфа. Занимаем первое место в мире по производству торфабрикетов. Это наше национальное достояние. И поэтому торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут быть дрова, это могут быть торфабрикеты, электроэнергия или природный или жиженый газ. Открытие в цехах – это первый этап модернизации. На Чарзе – иншие цехи. Там плануют обновить станки, как не только повысить якость традицины выпускаемых товаров, а и выраблять новые. Зараз торфяная продукция поставляется у больших 20 краин. Объемы поставок у опошней годы росли. Все лето процесс замородила пандемия. Ситуация по крыку выправляется. И кировництво сподяется на повышение экспортной складающей своей продукции. Да и на новый цех – великое сподевание. Не просто большие, а громаднейшие. Мы сегодня, согласно стратегии развития Министерства энергетики, торговых предприятий, уже на следующий год у нас прогноз – минимум 12 вагонов. Мы можем делать ежегодно и 15 вагонов. Срок окупаемости при условии выпуска 36 вагонов составит порядка 4,5 лет. Все лето завершается реализация Держпрограммы энергосбережения. Среди ключевых разделов – развитие одновляльных крыниц энергии и переход на мясцовые виды палева. Дровы, паленую дранку, пелеты и торф. Ресурсная база опошних в Беларуси свыше 2,5 миллиарда тонн. Марина Северьянова, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район. Удосконаливание работы Галины культуры. Сегодня у Гомельским областным громадско-культурным центром пройшла черговая панельная дискуссия. Ранее диалоговую пляцовку на тему культуру уже лазили у Мазирским драматичным театром «Имя Мележа». Сегодняшняя встреча – праця Гутерки. Работники Галины обмерковали широк актуальных питаний, а также поделились уластными пропоновами по развитию сферы. Одна из главных тем перспективы работы громадских объединений у Галине культуры. Представники организации выказали идеи, которые, на их думку, саправды потребуют реализации. Это, безумовно, и захование нашей аутентики, нашего фольклора, на основе которого базируется наша культура. Фольклор видовочно должен потребоваться на более значительном державном уровне. Могче потребоваться на полновартостный закон. Основная задача дискуссии – распроцовка и подрыхтовка измен, удеющая законодавство. Министр информации Республики Беларусь Игорь Луцкий наведал Мазир, как ознайомиться с работой мясовых сродков массовой информации. Региональные СМИ – головные крыльницы мясовых новинов. Чем живет РГИОН, его социально-экономичное развитие, адукация, культурные и спортивные подеи. Новины меньше масштабные, чем на гульонациональных каналах и в газетах, но максимум больше стековые для мясовых жахаров. Задача улада – усприять повышение авторитета региональных сродков массовой информации, узровню профессионализму супрацовников. Ознакомиться с работой региональных СМИ у нас их немало, поэтому и телевизионные средства массовой информации региональные, и печатные, их роль очень важна в медийном пространстве Республики Беларусь, и она должна быть усилена. Ну вот в связи с этим, скажем так, министерством информации принято решение, мной принято решение посетить наиболее крупные средства массовой информации региональные, для того, чтобы как-то оценить в разных регионах, насколько сильны, может быть, какая-то поддержка нужна, какая-то корректировка работы в средств массовой информации. Но должен сказать, что сегодня посещаем Мозырь, я остался, скажем так, доволен уровнем, скажем так, изданий, телевизионной компании. Информация, отриманная подчас визита, будет аккумулявана в Министерстве, капоты может сявиться в конкретных решениях. Завтра же хоры в области могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У Гомельске мы были в Канкамене. На питание грамадян откажет первый наместник старшины Игорь Часнок. Телефон для совести 33 12 37. У ГТШ спрямят звонки, будет керавник справ Гомельска Гарвы Канкама Алексея Васюшенко. Номер телефона 33 07 62. Промые линии, как и завышально, працуют с 9 до 12 годин. Информация о пашкожене недры у парку фестивальной караедам не подтвердилась. Разом с тем, видовошно, что гомельские насаджения потребуются до себе больше пильной уваги, при чем в некоторых выпадках размова может исти навод обеспечить людей. Наши корреспонденты сострялись со специалистами института лесу. Парк фестивальный, створенный у Гомеля, крыху больше, как 45 годов тому. Основная частка древ – сосны. Все, не а яны, не лишатся городскими рослинами, але некольки десяти годзи тому навуковым обгрунтованием посадок никто напылно не займауся. Сами гомельшане лишат парк добрым местом для отпочинку и проводят тут шмат часу. Все лето заявилась информация, что частка древ пошкоджена вершинным караедам. И для боротьбы с ним хворые древы треба терминово высекчи. На место выехали навуковые супрасовники института лесу. В парке фестивальный мы выявили около 70 усочных деревьев. Это сухостой прошлых лет. Значит, они усохли из-за возраста и вторично были поражены стволовыми вредителями. Мы там обнаружили большой сосновый луба это, усачи. Сарод инших причин, які приводят до гибели древ, на дворье. Нелепшим чином на их стане отбилась практически безснежная и теплая зима. А прощатаго, большость навуковцев лишить мытазгодным убирать листья только на пешеходных дорожках. Это доброе удобрение для рослин, якое сприяе их здоровью. По коль же специалисты Державного предприемства «Червоный гвоздик» проводят обследование древ и наносят фарбу на те, что могут уявлять небезпеку. Факты, когда подчас мостных ветра древы падают на людей и машины, у гомеля регистровались не одной. Деревья нужно вырубать, которые признаются опасными, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. То есть теоретически, которые могут упасть. Это не имеет значения парк, сквер, улица или где-то там заброшенный пустырь. Если дерево опасное, его нужно удалять. Я понимаю, что это такая мера, скажем так, непопулярная, особенно в таком красивом, замечательном месте, как парк фестивальный. Но лучше, наверное, сохранить в том числе и другие деревья. Удаляя одно опасное, мы сохраним гораздо больше. Сюнь у «Червоным гвоздику» закладено некольки плантаций по выросшиванию древ для посадки у гомеля. Только гэтой в осенью высадили больше, як пять тысяч рослин. У основном гэта клен, липа, ясень, ива и сумах. Неких хвороб, які могут выкликаць эпидемии, на гэтых видах у городе не фиксуется. У адрозненья от их же каштанов и соснов. Что тыжица вершинного караеда, теоретично, у городской рыси он может з'явиться. Але казаць об гэтым з упевненностю в ученые, пакуль, не берутся. Зараз у институте лесу реализуется инвестиционный проект, мета якого высветлить, на якую отлеглость може перелетать гэтый шкодник. Пакуль таких дадзеных у свете нема. Дараз же, принятые меры дозволили значительно обмежавать кулькость гэтого насекомого на территории, як Беларуси у целым, так и в Гомельской области у приватности. Наблюдается значительное снижение площади усыхания сосновых насаждений, подверженных караедному усыханию. На сегодня сплошными санитарными рубками сосновых насаждений пройдено порядка 10 тысяч гектар, что полтора раза ниже, чем в прошлом году. Ситуация стабилизировалась, и массовое усыхание сосновых лесов в Беларуси в этом году практически не наблюдается. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Задоволить додатковые потребности особливых детей областный центр коррекционно развивающего научания и реабилитации отримал для своих подопечных шиконный подарунок, специально обсталяванный для перевозки инвалидов микроавтобус. 85 тысяч рублей на набытье транспорта выделил областный бюджет. Микроавтобус будут выкористовывать для подвоза подопечных центра. Ранее каппер осадить хворое дитя с инвалидной коляски у салон и потом назад доводилось тратить не только час, а и силы. Работники установы и сами батьки заразу вздохнули заблегчением. Подъемнику микроавтобус в процессе автоматично кируется пультом. Во-первых, конечно, он значительно больше, если мы посмотрим. Во-вторых, там количество мест больше. В-третьих, самое главное, что там есть специальные места для детей, которые находятся в колясках, для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. А там есть специальные поручни. Количество мест больше, поэтому на подвозе у нас находится более 20 детей. Это не один маршрут подвоза. Это три маршрута утром, три маршрута вечером. Но этот автобус нам позволит еще больше увеличить количество детей, которые будут находиться у нас на подвозе. Зараз у Гомельским областным центры коррекционно-развивающего научание и реабилитации 110 детей с тяжкими аутистичными порушениями, интеллектуальной недостатковостью, ДЦП и иншими особливостями развития. У Гомеля завершился областный отборочный тур телевизионного проекта «Я ведаю». У им проняли удел больше за 350 юных интеллектуалов из разных районов Гомельщины. На протягу трех дней они демонстровали свои веды в областном палаце творчества детей и молодых. Отбор уявлял собой викторину с трех блоков по 15 пытанев, где школьники давали письмовые отказы. Аутор Леонид Климовеш, керавник клуба интеллектуальной гульни «Белая рысь». По его слову, хлопцы и девчаты добро подрыхтованные и высокий узровень ведау демонструються не только в ушне с Гомеля, а и из райцентра. Наше трудное ковидное время, очень сложно не допустить перемешивания потоков, поэтому мы играем несколько потоков одновременно в разных залах. И детишки, по-моему, довольны, потому что они сами видят, что все справедливо, все сидят в одном зале, никто не общается, никто никому ничего не задает, все на одних и тех же вопросах. И, кстати, вопросы не только школьная программа, вопросы и на сообразительность, и на логику, какие-то общие знания. В «Что, где, когда» я 5 лет заинтересовался, стал тренироваться, в итоге стал хорошим генератором идей для своей команды. Правда, совенок мы так и не взяли, конечно, но брали в Украине турниры, то есть в Нежане, в репках и подобные турниры. По выниках отборочного тура сформированы команды, которые проставятся в нашу область, в телевизийном проекте «Я ведаю» на телеканале «Беларусь-1». И он проводится шатвертый сезон «Запор», и что год, ся ротой его переможцов, есть представники Гомельшины. Это и другие новинки, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Дефакто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сшил бело-красно-белое полотно из государственного флага. Сотрудники Гомельского управления собственной безопасности МВД задержали мужчину, который снял знамя создания поликлиники в Минске, чтобы перешить его и использовать в акциях протеста. Правонарушение было выявлено в ходе проверки лиц, причастных к распространению сведений о сотрудниках органов внутренних дел. Молодого человека задержали в квартире. В ней сотрудники нашли 7-метровое бело-красно-белое полотно, протестную атрибутику и разорванный флаг Беларуси. Минчанин неоднократно участвовал в сцепках и блокировал дороги. И совершил хищение красно-зеленого флага с поликлиники. Куда дели национальный флаг? Порвал для того, чтобы оттуда взять красный материал и пошить бело-красно-белый флаг. А что потолкнуло вас на совершение данных действий? Телеграм-каналы. Много читал, неровно и всякого. В Речице на пожаре в жилом доме погиб мужчина. Возгорание произошло накануне вечером. Вот что осталось от дома. Сгорела крыша, повреждены стены и потолочное перекрытие. Хозяйки на момент пожара там не было. При разборе завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается. Со слов соседей, женщина проживала в этом доме вместе с сожителем. Характеризовалась посредственно, состояла на учете. Проводится проверка. В Гомеле в подвале девятиэтажки на улице Ильича работники ЖУ обнаружили резиновую грушу с ртутью. Об этом они сразу сообщили спасателям. На место прибыли работники службы химзащиты. Вес находки составил около двух с половиной килограммов. Концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружили. Груша с ртутью направлена на утилизацию. Тем временем сыщики вышли на след преступников, которые в Ветковском районе из зерносклада похитили яда химикаты. Злоумышленники вынесли восемь канистр общим объемом 90 литров. Сумма ущерба порядка трех с половиной тысяч белорусских рублей. Воры воспользовались моментом, когда сторож предприятия «Хальч» делал ночной обход по территории. Взломали замки и вынесли товар. За 15 рублей одну из канистр продали местные жительницы. Сказали, что просто хотели заработать денег на спиртное. В итоге заработали очередную уголовную статью. Старший из подельников уже имел криминальный опыт. Продавал кабель по сниженным ценам. Мозырьские оперативники задержали предприимчивого афериста из Минска. Обманным путем мошенник стал заместителем директора сторонней фирмы. От имени структуры заключил контракт по закупке кабеля, но продукцию отгрузил себе и продавал товар через объявление. Золотая жила кормила мошенника недолго. Вскоре о его корыстной сделке стало известно сотрудникам ОБЭП. Игра оказалась многоходовкой. Незадолго до кражи Минчанин договорился с хозяином фирмы выкупить у него бизнес, но с условием, что тот на время возьмет его в должность зама. Для якобы налаживания необходимых связей. В итоге мошенник наладил левые контракты. Общая длина приобретенного кабеля составила 600 километров, а задолженность перед поставщиком – 700 тысяч белорусских рублей. Примечательно, что на иждивении у обвиняемого шестеро детей. Ранее был судим за хулиганство, а дом, во двор которого отгрузили катки с кабелем, весьма респектабельный. И напоследок спасатели рекомендуют населению не рисковать жизнью ради сбора грибов и ягод. Накануне МЧС пришлось искать женщину в Лельчицком районе. Она пошла в лес утром, а вечером сообщила, что заблудилась. Поиски шли три часа и закончились успешно. Женщину нашли, в медицинской помощи она не нуждалась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. Хоккейный клуб «Гомель» с разгромным счетом уступил юности в домашнем матче. Менчане одержали уверенную победу со счетом 5-1. Матч лидеров чемпионата получился односторонним. Более-менее равную игру зрители наблюдали лишь в первом периоде. Опасные моменты возникали только когда команды были в неравных составах. Играя в большинстве, хоккеисты юности и открыли счет. Далее гости продолжили наседать на ворота гомельчан и отличились еще четыре раза. Гол престижа хозяева ледовой арены провели лишь в концовке матча. Не порадовали своих болельщиков и хоккеисты «Металлурга». Жлобенчане также уступили с крупным счетом, играя в родных стенах. Поражение нанесли игроки солигорского «Шахтера», забросившие в ворота соперника по две шайбы в каждом из периодов. Итог 0-6. В оправдание «Металлурга» стоит сказать, что команда играла без восьми игроков основного состава. Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября. Информация размещена на официальном сайте Хоккейной федерации. Такое решение принято в соответствии с протоколом поручения министра спорта и туризма от 23 октября. Данная мера коснется участников открытого первенства Беларуси среди юниоров 2003-2004, юношей 2005-2008 годов рождения, а также республиканских соревнований среди юношей 2009-2013 годов рождения. О возобновлении соревнований будет сообщено дополнительно. Стало известно и о переносе 10-го тура чемпионата страны по мини-футболу в связи с проведением 7 и 8 ноября международных товарищеских матчей между сборными Беларуси и Молдовы. Игры вместо заявленных ранее дат пройдут 21 и 22 ноября. ВРЦ сыграет дома со столицей, а БЧ на выезде с Минском. Еще один представитель региона, Светлогорский ЦКК, свой матч проведет против команды охраны «Динамо». Волейболисты мужской команды «Газовик Гомель» провели товарищеский поединок с дефолимпийской командой «Гоцор Гомель». Данный спарринг стал хорошей проверкой перед стартующим чемпионатом Беларуси по волейболу среди дефолимпийских команд. А турнир состоится в Гродно в предстоящий уикенд. Подопечные Леонида Макушкина отправятся защищать цвета Гомельской области. К слову, в товарищеской встрече они уступили. «Газовик» выиграл со счетом 4-0. Завтра пройдут поединки в рамках 12-х международных соревнований «Гомель Оупен-2020». Как отмечают организаторы, заявлено около 500 спортсменов. Это представители всех регионов страны. Участники разыграют более 50 комплектов наград в индивидуальных категориях. Соревнования пройдут по олимпийской системе с утешительными поединками за третье место. В каждой категории будут разыграны первое, второе и два третьих места. В руководстве Гомельского областного отделения Белорусской федерации бокса произошли изменения. Во время внеочередного заседания состоялись выборы. Новым председателем стал Федор Белькович. Он, к слову, является начальником Гомельского речного порта. А председателем попечительского совета был выбран Михаил Каленков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова